Если вы когда-нибудь подключали приставку своего детства к современным телевизорам, то наверняка видели это. Корявая картинка с задержкой быстро отбивает желание играть в классику. И нет, вам не кажется, что раньше было лучше. Дело в том, что современные телевизоры просто не умеют с такой картинкой работать. В этом видео я расскажу вам, почему так происходит, как вернуть классике былой вид, получить возможность записывать геймплей и избавиться от необходимости покупать старый пузатый телевизор. Это обзор лайн-даблера Retro Scaler 2X. Смотрите, какая у него красивая коробка. Всем привет, меня зовут Николай Губанов, вы находитесь на канале Pixel Devil Life, и здесь мы говорим об истории видеоигр. Так почему же на современных цифровых телевизорах картинка с ретро-консоли выглядит хуже, чем на древних телеках с электронно-лучевой трубкой? Вроде бы прогресс идет, а становится только хуже. Как я уже сказал во вступлении, дело в том, что они попросту не предназначены для таких целей. Производители современных телевизоров оставляют в них композитные входы на тот случай, если вы захотите подключить к ним старенький видеомагнитофон, видеокамеру и другую подобную технику. И они более-менее умеют работать с такой картинкой. Изображение с таких консолей, как Dendy, Sega, Mega Drive и Super Nintendo имеет разрешение 240p, и оно слишком низкое для современных телевизоров. Получая картинку в 240p, современные ЖК, плазмы и OLED-ы воспринимают ее как 480i, то есть не в том разрешении, да еще и в чересрочной развертке. Не буду вас грузить техническими вопросами, давайте лучше посмотрим, во что это выливается. Одна из показательных игр — Contra. Посмотрите, какое месиво на лицах у Билла и Ланса. Что за ужас вообще? Из-за того, что телевизор воспринимает разрешение картинки как 480i, в некоторых играх появляется еще и вот такой артефакт. Мигающие элементы в играх показываются полосками, вместо того, чтобы быть полупрозрачными. Причем в некоторых играх или в некоторых моментах игр все вроде бы в порядке, а в других мы стабильно наблюдаем полоски. И на самом деле таких примеров довольно много. В этом видео почти весь геймплей я буду снимать прямо с ЖК-монитора, потому что мне так удобно. Но, чтобы вы понимали, я все то же самое протестировал и на OLED-телевизоре, который работает в 1080p, и на ЖК-мониторе, который работает в 4K. Ситуация идентичная. Снимать на камеру буду, чтобы вы видели не то, что выдает плата захвата у меня на компьютере, а то, что реально выдают телевизоры и мониторы. Главное здесь держите в голове, что все лишние полоски и радужные такие секции на экранах это от съемки экрана на камеру. Этого тяжело избежать полностью, но я старался. Также все, кто запускал Super Mario Bros. на современных ТВ наверняка замечали, что цвет неба в игре слишком ядрено-фиолетовый. Ну, не было так раньше. Еще очень заметны вертикальные полосы на небе. Их еще называют джейлбарами. Ну, а сам персонаж превращается в какой-то фарш. И еще в копилку этого ужаса добавляем задержку от дешевого апскейлера, встроенного в телевизор. То есть играть в динамичные игры становится еще сложнее. Нажимаем кнопку, а реакция происходит на несколько кадров позже. Часто в надежде поиграть с лучшей картинкой или постримить игру люди покупают вот такие дешевые переходники с композита на HDMI и так делать не нужно. Дело в том, что точно такое же решение уже встроено в ваш современный телевизор и картинка через него будет абсолютно идентичная той, что я вам только что показывал. То есть хреновая. Что часто делают люди дальше? Они ищут плату захвата с композитным входом. Они бывают разные, дешевые, дорогие. И поверьте мне, я на этом собаку съел. Так тоже делать не нужно. Дело в том, что подходит это тоже для подключения видоков или старых видеокамер. Разрешение в 240p, если и будет вообще ими восприниматься, то, возможно, всяческие артефакты, а задержка будет такая, что играть вы просто не сможете. Когда-то давным-давно, когда у меня не было выбора, у меня была такая довольно дорогая оплата, 10 тысяч рублей. По тем временам это были гораздо большие деньги, чем сейчас. И она записывала геймплей так, что звук со временем начинал идти вперед или отставать. И чем дальше, тем сильнее. Синхронизировать часовой отрезок с игрой, было вот звук видео с игрой, это было просто невозможно. Но именно так и делались первые геймшелфы. Я сильно страдал. Ваша задача здесь, чтобы все было красиво, подать на современный телевизор картинку как минимум в разрешении 480p, потому что с ним они все еще работать умеют. И для этого и создан этот ретроскейлер 2X. Он умеет это делать в максимально хорошем качестве для композитного сигнала и без задержки, потому что это лайн-даблер. То есть он получает картинку в 240p и удваивает все горизонтальные и вертикальные линии, просто дублируя их без каких-либо фильтров. И моментально получается картинка в 480p, которую может нормально отобразить ваш современный телевизор. Конкретно ретроскейлер может делать это и с фильтром, но это уже бонус, и сейчас это не главное. Купить такой можно на Алиэкспресс, сейчас за него просят около 4,5 тысяч рублей, и вот в такой вот коробке вам все это дело приезжает. Внутри нее инструкция на английском, которая китайцам далась с большим трудом, само устройство и стандартный блок питания с насадками под разные виды розеток и переходником на microUSB, от которого ретроскейлер питается. Здесь у нас питание и HDMI-выход. Это кнопка включения. На вход можно подавать не только композит, но и S-видео и компонентный сигнал. Эти две кнопки отвечают за настройку режимов, о чем будут сигнализировать эти 5 светодиодов сверху. Ну что, давайте все подключать, и первым делом протестируем его на уже показанных мной играх. Все необходимые провода я подключил, HDMI на месте, и теперь выбираем композитный сигнал кнопкой Input Select. Из первых трех диодов должен гореть только самый первый. Вот таким образом. Четвертый и пятый диоды сигнализируют о том, какой режим увеличения картинки включен. Это управляется кнопкой Smoothie Mode. И здесь три режима. Давайте сначала о двух основных. Если оба правых светодиода не горят, то на выходе из ретроскейлера те же самые 240p, только через HDMI. Современный телевизор такой сигнал не поймет совсем, но позже я расскажу, для чего он может вам пригодиться. Нажимаю кнопку один раз, и картинка умножается на два, то есть идет в 480p. Не забудьте выставить на телевизоре или мониторе принудительное соотношение сторон 4 на 3. Итак, Contra. Лица Билла и Ланса на стартовом экране уже гораздо более четкие. Вот посмотрите внимательно на сравнение. Ну и конечно же, теперь нет никаких мерзких полосок при мигании персонажа. Еще раз посмотрите в сравнении, как было и как стало. Всем привет! Небольшой комментарий от Николая Монтажера. Я сейчас начал крупно смотреть на мониторе, как оказывается дрожит картинка через ретроскейлер, и это сильно бросается в глаза, и немножко даже раздражает в этом видео. Но суть в том, что в реальности вы так не улавливаете это дрожание, но забавно, что через встроенные в телевизоры вот эти вот дешевые скейлеры такого дрожания нет. А через ретроскейлер есть. И когда я играл через ретроскейлер, меня это совершенно не смущало и не бросалось в глаза. Но вот это вот приближенное изображение, которое я вам сейчас буду показывать, дрожит. Придется с этим смириться. Но повторюсь, что в реале это так не бросается в глаза, особенно на более поздних консолях. На NES и картинка похуже. NES, Famicom, Dendy. И дрожание заметно сильнее почему-то. Contra в целом выглядит очень достойно. И для композита на цифровом экране это один из лучших результатов, которые вы можете достичь. За такую цену уж точно. При близком рассмотрении даже видно квадратные пиксели. Для композита это невероятно. Ну и если раньше вы могли не замечать задержку в нажатии кнопок, то теперь становится очевидно, что она была. Потому что теперь все стало как нужно. Персонажи стали отзывчивыми, и это ой как сильно влияет на ваше восприятие игры. Часто, возвращаясь к играм своего детства, люди подключают старую приставку по композиту к новому телеку, и первая мысль, которая у них возникает в голове, как же я вообще в это раньше играл. А вот если подключить все правильно, то вы сразу понимаете, как вы в это играли, и хочется играть снова и снова. В Марио небо принимает более привычный цвет. Это, конечно, через камеру на мониторе тяжеловато передать, но я постараюсь. Джейлбары становятся менее видимыми, однако сам персонаж все еще выглядит не идеально. Когда он стоит, дрожание есть вот тоже только на камере. В реальности я его своими глазами не вижу. Но при ходьбе все точно так же, как вы сейчас видите на своих экранах. Причем такое отображение — это скорее исключение. И протестировав довольно много игр, я не нашел похожих случаев. Однако имейте в виду, это все еще композит и чудес не бывает. Возможно, дело в том, что Марио очень маленький, а фон очень однородный, и поэтому вот эти вот единичные пиксели сильно перемешиваются с окружением. Вообще, так близко к экрану, как я сейчас показываю, вы вряд ли будете сидеть, а издали таких неприятных деталей видно гораздо меньше. И еще я хочу заметить, что чем богаче графика консоли, тем лучше она выглядит через ретроскейлер. То есть в случае с Мегадрайв все уже гораздо мягче выглядит. И сколько игр я не запускал, таких проблем, как с Марио, я уже не встречал. Взгляните сами, мне кажется, результат очень даже неплохой. Теперь давайте попробуем другие способы передачи картинки. Например, многие консоли Нинтендо можно подключить по С-Видео. Один и тот же кабель подойдет и к СНЕС, и к Нинтендо 64, и к Геймкьюб. Это позволит получить картинку лучшего качества в сравнении с композитом. И если вы еще не готовы переходить к РГБ, то советую попробовать. Жаль, далеко не все консоли поддерживают такой тип подключения, потому что картинка выглядит ну очень достойно. Идем дальше. Первая PlayStation. Ее я буду подключать тоже через композит. И здесь тоже стоит выбрать какую-нибудь особенную игру для теста. Сейчас объясню почему. Я выбрал Silent Hill, чтобы мы могли и оценить качество картинки. А как вы видите, все удивительно четко. Вот реально, чем новее консоль, тем больше удивляет качество композитного подключения через ретроскейлер. Вроде бы полигон и все дела, как будто бы каждый пиксель на своем месте. Ну и также на примере Silent Hill мы сможем проверить задержку отображения при переходе в меню. Дело в том, что такие игры, как Chrono Cross, Silent Hill и некоторые другие имеют интересную особенность менять разрешение на ходу. В самой игре Silent Hill выдает картинку в 240p, а на экране инвентаря в 480i. Апскейлеры, вроде фрейммейстера, в такой момент теряют картинку на очень ощутимое время. И играть может быть проблематично. Особенно захватывать геймплей и стримить. Потому что тупить начинает все. И апскейлер, и HDMI-плата захвата. И в некоторых комбинациях это превращается просто в кошмар. И как раз в этом огромный плюс лайн-даблеров. Они срабатывают гораздо быстрее, потому что устроены проще. Что 240p, что 480i ретроскейлер переделывает в 480p. И конечное устройство, на которое подается картинка через HDMI, не успевает затупить. В данном случае, когда я нажимаю кнопку, плойка еще что-то подгружает с диска, и без потери сигнала появляется меню. Какая-то задержка может быть и есть, но ничего не моргает, не мигает, и все это воспринимается естественно. Конечно, такое лучше показывать в сравнении с тем же самым фрейммейстером. Поэтому к следующему видео я попробую заморочиться и показать на двух телевизорах в сравнении, как бы неприятно все это выглядело, если бы сигнал терялся. Еще раз заострю ваше внимание на том, что ретроскейлер делает деинтерлейс, то есть превращает черезстрочную развертку в прогрессивную. В данном случае 480i в меню Silent Hill превращается в 480p. Ретроскейлер может делать деинтерлейсы для разрешения 576i. И в ряде случаев такая функция может быть очень полезной. В основном это может пригодиться в играх для PlayStation 2 и других консолей шестого поколения. Там вообще не редкость, когда вся игра работает в черезстрочной развертке. Что ж, осталось только протестировать компонентное подключение и рассказать вам про функцию сглаживания. Когда я проходил Devil May Cry 3 для PlayStation 2 на своих стримах, я как раз уже тестировал эту игру с ретроскейлером и поэтому мне есть что вам рассказать. В целом компонент может и без лишних заморочек выглядеть неплохо на вашем современном телевизоре, если у него есть такой вход. Но ретроскейлер тут будет интересен своим третьим режимом умножения на 2, но уже с фильтрацией. Если говорить о трехмерных играх, то он помогает снизить количество лестниц и ряби, чем сильно грешит PlayStation 2. Эти лестницы мы почти не видели на старых LTE-телевизорах, но они очень заметны на современных. В таких случаях мне это сглаживание очень нравится и я играю с ним. Также хочу добавить, что в случае с 480p, 480i и в более высоких разрешениях ретроскейлер на самом деле не умножает картинку на 2. Ну то есть до 960p там и так далее. Ретроскейлер сам определяет где его предел и это 480p или 576p в зависимости от поданной картинки на вход. Поэтому в ряде случаев как такового апскейла нет, только конвертация в HDMI и возможность добавить фильтры. Режим умножения на 2 с фильтром можно использовать и в 2D играх. И там он работает тоже довольно интересно. От игры к игре все может варьироваться, но конкретно вот в черепашках сглаженные кирпичи и сам персонаж выглядят ну прям здорово. Я вообще не сторонник использования таких фильтров в 2D играх, там все-таки очень важно понимать где каждый пиксель, особенно если игра сложная. А сглаживание будет сбивать с толку и вы не будете понимать четких хитбоксов. Но сам факт, что на железке вот так можно сделать, причем без всякой задержки, ну это меня восхищает. В целом хочется сказать, что эта коробочка у меня оставила только положительные впечатления. Если мы говорим об игре через композит, компонент или S-видео на современных телеках, то она определенно стоит покупки. Также это хорошее решение, если вы хотите стримить или захватывать такую картинку. Сейчас на экране пример захваченного видео с ретроскейлера через HDMI-плату захвата Avermedia в 480p без дополнительного растягивания и цветокоррекции. А вот так будет выглядеть растянутая на весь экран картинка без дополнительных фильтров. И вот так, если подкрутить цвета и добавить резкости на монтаже. В OBS на стримах это тоже, кстати, можно делать. Но перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша плата захвата работает с разрешением 480p, потому что не все его поддерживают. Все-таки для HDMI оно действительно уже устаревшее. И только благодаря ретро-геймингу я думаю, некоторые производители продолжают добавлять его поддержку. Не вижу никакого смысла объяснять в каждом ролике, почему в нашей стране все стоит дорого, но тем не менее, в сухом остатке это устройство низкого ценового диапазона и для тех, кто любит заморачиваться по минимуму. У него низкая задержка в районе одного кадра или даже меньше, оно работает с любыми региональными форматами сигналов PAL и NTSC. А также это отличный способ начать свой путь к вашей идеальной картинке с ретро-консолей. Возможно, в будущем задумайтесь об РГБ. И вы наверняка уже слышали об ОССЦ. Это тоже лайн-даблер, предназначенный для работы с РГБ-картинкой. Но он не работает с композитом и С-видео вообще. Чем и отталкивает многих новичков, потому что сразу нужно будет потратить кучу денег. И сам ОССЦ купить, и кабели, возможно, моды какие-то поставить. И по моему опыту, даже стараясь играть в РГБ, но имея большую коллекцию консолей, вам так или иначе когда-то да придется подключать приставку через композит. Да мне даже через РФ иногда приходится подключать приставки. И вот еще одна причина, почему с ретро-скейлера именно прикольно начинать, потому что в будущем можно купить ОССЦ, и ретро-скейлер будет его дополнять. Для этого и понадобится тот самый режим передачи оригинальной картинки в 240p через HDMI, то есть без апскейла. Подаем картинку сюда, например, через композит, дальше выводим ее через HDMI, дальше покупается вот такой вот переходник с HDMI на VGA внезапно, и через VGA картинку в 240p из ретро-скейлера отправляем в ОССЦ. И дальше уже пластырь отклеился у меня. В ОССЦ можно умножить будет эту картинку и на 2, и на 3, и на 4, и даже на 5. И качество от этого только вырастет. И вот здесь ставим лайки и подписываемся на канал, потому что одним из следующих роликов будет сравнение и обзор ОССЦ и фрейммейстера. Простыми словами, чтобы ни у кого не закружилась голова, чтобы вы смогли понять, надо оно вам вообще или не надо, и в чем вообще разница. Ну и хотелось бы расставить финальные точки над «и», рассказать вам, что это вообще за такой продукт, почему его продают китайцы и откуда он вообще взялся. Потребность в таком устройстве возникла как раз таки потому, что в ОССЦ нет возможности работать с композитом, а запрос на такое устройство есть у множества людей. Фрейммейстер же, который кушает все сигналы, стоит непомерно больших денег. Подобные ретроскейлеры у девайса продаются в США компанией RetroTink, их автор Майк Чи, и их я бы тоже с удовольствием протестировал, потому что игроки их хвалят. Но стоят они прилично так дороже, и с доставкой из США получается так, что у меня пока нет свободных средств на их покупку. Вообще, я говорю сейчас о ретро Тинке только потому, что часто в интернете натыкался на мнение, что ретроскейлер 2Х это пиратская копия ретро Тинка, только от китайцев. Но это неправда. Дело в том, что ретроскейлер был действительно вдохновлен идеями Майка Чи, за что производитель отхватил просто гору хейта на западе. Но собран он компанией Кайко Лапс на других компонентах. И авторского права он не нарушает. Это как если бы вы придумали первый телевизор, а кто-то сделал бы свой телевизор, чтобы с вами конкурировать. Это ж нормально, правда? В общем на западе там жопы горели знатно и даже производитель ретроскейлера что-то переделывал, чтобы все успокоились. А вообще американцы, мне кажется, часто забывают, что есть еще и другое полушарие, где экономика другая и другие цены. Так или иначе, я рад, что появился ретроскейлер и он продается на Алиэкспресс. Ретроскейлеры продает и маркирует своим именем на Алиэкспресс компания Bitfunks и у них много чего интересного для ретро-консолей присутствует. И в том числе вот у них клоны чужих устройств встречаются. Например, эмулятор привода Dreamcast GDM. Тем не менее, продавцов, у которых можно купить ретроскейлер на Алиэкспресс но я рекомендую покупать ретроскейлер 2Х именно у продавца Bitfunks на Алиэкспрессе. Ну, раз уж их логотипы на всех коробках, да и мной неоднократно этот продавец был проверен. У SST они, кстати, тоже делают качественно и я тоже брал у них. И это не рекламный ролик и даже ссылку я в описании не размещать не буду. Я думаю, Алиэкспрессом вы пользоваться умеете и нужного продавца с легкостью найдете. Вообще, я его в начале года еще купил, у меня никак руки не доходили обзор снять, потому что я знал, что он будет сложный. Да и вообще, видно, что устройство ну такое полукустарное. Об этом говорит и стандартный блок питания, заказанный где-то на стороне с насадками под разные регионы и под микро-USB. И оформление коробки, такое же, как у опенсорсного OSSC. Вот я их вместе заказывал. И инструкция, которую китайцы писали на английском, ну кое-как, но они старались. Тут вон PlayStation 2 написано с горой ошибок, и автор инструкции несколько раз пишет о своем личном опыте использования устройства, которое они продают. Вот, например, отличная функция Retro Scaler 2X, то, что она выдает настоящие 480p в 60 FPS. И это делает его совместимым с каждым устройством, с которым я его протестировал. Ну это даже мило, я бы сказал. Ну и, кажется, на этом все. Надеюсь, было интересно и исчерпывающе. Как всегда, буду рад вашей поддержке на Patreon и Boosty. Так мне будет гораздо проще покупать подобные устройства на обзор. А еще хочу напомнить, что у меня есть магазин одежды с моими принтами. Можно к Новому году себе или родным сделать подарок. Все ссылки есть в описании. Ну и впереди ролик про дорогие апскейлеры OSSC и фрейммейстер. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, потому что очень уж трудоемким контент получается. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok